и снова всем привет на канале олег нестеров брест солнышко у нас погода уже плюс два сегодня немножко так прохладником уже весело уже скоро весна работа попрет сразу извиняюсь вчера такой коламбус видео вышел небольшой что-то она не полностью сохранилась на ю тубе залилась плохо пол видео было вполне было видео я уже перезалью уже работаю над этим так что перед этим видео она уже выйдет в нормальном сегодня мы будем заканчивать с крышей сегодня мы с доделаем под нитро шпаклевки снова снова отвечу на вопросы интересующие подписчиков как бы вопросы очень назрели это про как развести краску нормы расходы уже всем объясняю но почему-то все возвращаются снова к этому по мере рассказа я сделаю но она не сразу будет наверное после того как видео обработается будут ссылочки кто с компьютера заходит вот желтенькая такая ссылочка появляется допустим на такую-то тему нажимайте на ссылочку переходите увидите этот урок про который я говорю еще немножко времени займу по слету то есть есть вопросы что почему не присылают договор тут все просто просто максим собирает небольшие группы людей и потом отсылает сразу допустим 20 договоров чтобы долго ну чтобы не каждому писать а сразу 20 договоров написал и разослал так что если вы подали уже на саму турфирму ждите вам пришлют ну и приглашаю как бы не только автомобилистов тем кому я интересен кому интересна эта программа кому интересно просто посетить белоруссию да то есть слет у нас будет с 5 по 9 августа будет посещение брестской крепости экскурсии по бресту по магазинам экскурсия будет в музей спасенных ценностей это те ценности которые были у которых была попытка вывести за границу но там можно их оставила внутри белоруссии как бы и они сейчас то есть создался музей на эту тему посетим музей в беловежской пущи очень красивый там особенно деткам очень интересно будет то есть про этот музей есть вот видео беловежской пущи да посмотрите пожалуйста посетим улицу советскую посетим также брестскую крепость правильно будет на царской поляне по себе в центре беловежской пущи сам праздник то есть со всеми гуляниями шашлык мошлык то есть все это включено в программу то есть стоимость всего тура все это включено то есть но расценках можете посмотреть вот по этой ссылке и как заказать путевочку тоже по этой же ссылке но сегодня с утра для заряда бодрого и хорошего настроения анекдот ну анекдот расскажу такой старый но он смешной звери решили выпить блин да мы кого послать то за водкой ну посылать короче черепаху черепаха иди все равно у нас тут ничего не делаешь иди сходи за водку сидят час ждут два три короче уже вечереет сумерки думать ну блин сука это черепаха блин ее только за смертью посылать дверь так открывается за скрипом будете обзываться вообще никуда не пойду блин такой анекдот ну еще раз пройдемся по теме потому что тема очень назревшие люди не могут отличить растворитель от антисиликона и то бишь обезжиривателя по сути обезжириватель вот так он выглядит но он бывает разный здесь вот написано обезжириватель он и является антисиликоном это как бы называют по-разному но это одно и то же а растворитель выглядит либо вот так вот это 646 кстати вот тут еще такой есть маленький нюанс вот это нафтан производит его беларусь в городе новополоцкий его производят сам растворитель он очень похож на импортные у них даже одинаковый запах если взять российский 646 разница очень большая очень большая то есть вот этим я могу спокойно разбавить краску металлик лак я им разбавлял я им красил отличий никаких российским же у вас могут быть проблемы если вы разбавляете будьте внимательны но желательно конечно краску разбавлять своими растворителями то есть ну как все знают я фирмы нового пользуюсь да пользуюсь не из-за того что она самая хорошая просто она мне больше доступная то есть я товарищ магазине там все нового но линейка меня устраивает полностью то есть вот разбавитель для акриловых изделий то есть можно и грунт и краску им разбавлять вот но волоска вот так выглядит растворитель импортный да то есть в краске дюна он выглядит вот так в лаке в краске тоже тут написано разбавитель то есть разбавлять краску само по себе название да то есть и тут будьте внимательны лучше если вы новичок его не пробовали да то многие вот говорят 646 седьмым восьмым да только шпателям и ну и печку деда лёжа разжигать нет им вполне 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 можно красить это я вам гарантирую сто процентов покрашена не одна машина и дорогая машина но растворитель именно белорусским я работаю вот посмотрите тут название то есть нафтан беларусь город новополоцк производит он может еще кто-то производит то есть им я пользуюсь проблем никаких нету по грунтам многие спрашивают как разбавить понимаете этот вопрос постоянно задают не хочу никого обижать но просто вот на обратной стороны баночки всегда всегда написано как пользоваться то есть если он у нас идет четыре к одному значит что четыре части грунта мы на глаз вот чтобы вам удобно было вот у вас растворитель вы использовали да дно плоское тут вы уже не ошибетесь бутылка равная по диаметру она не имеет ни конуса ничего да то есть и объем по всей высоте будет одинаковый правильно отрезаем вот так вот четыре части грунта ложим и одну часть одну четверть этой хрени как вы сами отвердители хо блин даже вообще уже так и потом уже добавляем растворитель 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 вы уже добавляете до той консистенции которая вам нужна чтобы у вас нормально покрывалась чтобы у вас не было там апельсина сильного но и чтобы не текла то есть это мы разводим на глаз ну как на глаз развести вот я дам ссылочку посмотрите перейдите по ней там я показываю как примерно на глаз развести краску как примерно ну жидкие вещества как развести на глаз то есть все ничего тут сложного нету сам грунт имеет вес тяжелый здесь даже написано какой шкуркой обрабатывать лучше какая межслойная сушка каким пистолетом наносить да вот тут вот 16 18 рекомендую дать накладывать пистолетом но я вполне как бы чуть пожиже развожу вот этот валера у меня для грунта не знаю тут наверно не видно дюза здесь 1.4 вполне нормально им грунтую тоненькими слоями только чуть побольше и все красиво получается так это то что по разбавлению да многие спрашивают что такое праймер по пластику праймер дословно с английского переводится грунт поэтому многие путаются праймер с грунтом да это ну само по себе это праймер просто его вот так вот как бы ну нарицательное имя какой-то болгарка она же не болгарка она угловая шлейф машинка да но первые производители пошли из болгарии и так и нарекли ее нарицательное имя болгарка не важно она у тебя макита там бош или еще что там все равно останется болгаркой да так и здесь же праймер праймер это грунт само по себе но когда еще люди не знали они только появились да английский язык мало кто знал праймером как его назвали так и вот это чудесное слово и получилось праймер значит это вот именно по пластику вот это вот тоже по сути праймер грунт акриловый но он идет для других целей это тоже праймер по пластику его легко отличить то есть в магазин вы приходите и спрашиваете мне нужен грунт по пластику то есть ну или праймер вас быстрее поймут не знаю почему то вот она никак не войдет как грунт да по пластику вот здесь вот написано если вы видите средства для увеличения адгезии по пластику здесь тоже все написано как им пользоваться вот 1.4 дюзель наносится 1.3 он такой жиденький как водичка накидал его 5-10 минут между слоями и 15 минут он сохнет при 20 градусов все написано то есть разбавлять его ничем не надо он очень жидкий как вода просто брызну праймер я использую только на новых бамперах если бампер у вас уже был крашен и краска не шалупится то есть не надо ничего с ней делать так как она уже держится краска зачем вам адгезию увеличивать просто замотовали и перекрасили это одно то есть но если деталь новая деталь как бы отливается на формах до формы смазываются специальными смазками которые потом остаются на бампере в его структуре и чтобы такая краска не облазила для этого мы бампер замываем восьми соточки полностью да пластик сам и покрываем вот этим средством праймера покрыли дальше мы уже можем производить любые работы либо если у вас ровный бампер просто заливаем его полностью акриловым грунтом как бы вот этот праймер он не является выравнивающим он просто для сцепки идет то есть слой его очень тонкий и ничего вы им не пор и ничего вы не зальете просто для сцепки потом после него уже деталь красите акриловым грунтом который вы потом замоете уберете поры царапины и покрасить если вот акриловые краски с отвердителем они идут идет литровая банка и пол литровая банка то есть на баночке тоже написано разводить два к одному то есть две части у вас допустим 200 грамм краски 100 грамм отвердителя растворителя там 10 процентов 15 растворитель вы уже наливаете сами приблизительно вот как в предыдущей ссылочке я давал как бы кто на глаз разводит кто есть специальные дозиметры в вороночке воронку наливаешь полностью открываешь дырочку и за определенное количество времени она должна стечь но тут зависимости от погодных условий в зависимости от температуры в гараже или вместе где-то будешь красить консистенцию нужно делать под температуру ну до этого уже дойдете когда больше будете красить вы поймете то есть ну от ошибок никто как бы не застрахован по нормам расхода краски тоже очень частый вопрос сколько мне нужно краски да задают очень много народу один и тот же вопрос я могу сказать только примерно то есть допустим на деталь ну давайте вот крыло возьмем или дверь на деталь где-то в среднем 150 грамм у кого-то меньше у кого-то больше для первого случая берите 200 грамм на деталь больше всегда лучше взять больше лучше чтобы у вас осталось 50 грамм чем не хватило 10 грамм знаете тем более если краска с подбора второй раз вам могут не попасть в этот цвет ну или долго будет подбирать на капот где-то уходит 250 грамм опять же зависит от пистолета какой у вас пистолет хвлп или лвлп расходы краски разные какая дюза у вас расходы тоже разные как вы укрываете сколько вы слоев укрываете какая краска какая цвет краска в зависимости от цвета краски зависимости от производителя краски у вас укрывистость разная зависимости от пистолета тоже распыление у вас разное и остаток на капоте краски тоже разный то есть тут вообще может варьироваться Вот капот, например, на аудюхе, да, от 250 грамм до 600. То есть, тут я вам точно не скажу. Попробуйте пистолет, попробуйте там одну какую-то деталь покрасить, посмотрите, сколько он у вас расходует. Из этого уже потом вычислите. То есть, расходы у всех разные. Спрашивают, вот сколько мне нужно шпаклить, чтобы зашпаклевать крышу, да? Ну, я знаю таких людей, что крышу вот шпаклевали. И крыша была совсем, почти что ровная, вот как у нас. У человека ушло 6,5 килограмм. У нас ушло, вчера мы намазали, ну вот, килограммовые банки. Ну, грамм 300 у нас ушло, остальное все стерлось. То есть, осталось на крыше, ну, грамм 100, наверное. Ну, 150, может. То есть, и у другого человека, вот так же у него выровнена крыша. Он начинает тереть, понимаете? Он не видит, когда он уже закончил, когда крыша готова уже. Он думает, что он не доложил. Он ложит, стирает, ложит, стирает, ложит, стирает. Поэтому советую вам просто, вот, дам ссылочку. Это папки по окраске. Там есть, как и накладывать шпаклевку, как ей работать. И вот папочка тоже, посмотрите. В этой папочке вы увидите, какие материалы вам нужны, какие бывают материалы. Что вообще нужно для работы в гараже. То есть, смотрите в этой папочке. Так что, по расходам краски как-то так. Это не объяснишь. Берите с запасом. Берите с большим запасом. Пусть остается первое время. Вы потом поймете. Вы поймете со второго раза, может, с первого, сколько и чего вам нужно. Не берите километр. Вот шкурки взяли по метр-полтора. Ничего страшного, она у вас останется для другой машины. И вы будете смотреть из этих полтора метра. Вот, взяли сто восьмидесятку, восьмидесятку, там, сто двадцатку. Неважно, всех по полтора метра. И вы будете видеть, какой, сколько у вас уходит примерно. И в следующий раз вы уже будете знать, сколько вам нужно докупить. Еще такой вопрос. Многие спрашивают. Порядок затирания шкуркой. Какой шкуркой пользоваться? Ну, я скажу по своему методу. Я не буду навязывать. То есть, это по технологии, если честно, я точно не знаю. Там такого наговорят, что шкурок надо вообще куча. Я беру шестьдесятку на самые грубые слои. Потом восьмидесятка. Это уже такой выравнивающий слой, да? Потом, когда уже ты плоскость чуть-чуть подровнял, перетягиваешь. Сто двадцаточкой это все дело обмолотил. После сто двадцаточки, уже когда затягиваю я царапинки, уже финишкой работаю. Двести сороковочкой. Двести сороковка. Можете триста двадцаткой еще сверху пройти. Двести сороковка, триста двадцатая. Уже заливаются грунтом, уже просадки не будете, если вы все правильно сделали. Потом грунтуем. И грунт я уже замываю. Но кто, если там большой апельсин навалил, можете пятисоточкой сбить, четырехсоткой. И сверху пройти восьмисоткой. То есть, под покраску я замываю восьмисоткой. Неважно, это акрил, металлик восьмисоткой трет хорошо. Многие под акрил шестисоткой трут. Но я тру восьмисоткой, как бы у меня быстро получается. Мне это не составляет сложности. Все, покрасили. Теперь вам надо полировать, да? Тут уже хозяин барин. Кто любит трезаком пользоваться, пожалуйста, одеваем трезак на машинку. Двухтысячный, ну, полтора можно сначала. Попер, сбил апельсинчик. Я пользуюсь двухтысячной шкуркой. То есть, у меня руками быстрее получается. Можно, если вам нужно сохранить апельсинчик небольшой, то под шкурку такую подошвочку мягкую. И тогда апельсинчик у вас останется, и пылинки вы уберете. Многие спрашивают про катер. Что такое катер, как им пользоваться. Если вы им не пользовались, и не начинайте. Ну, многие, вот я на форумах смотрю, просто дорогая игрушка. Да, кто ей постоянно пользуется, кто привык к ней, да, она нормальная. 50 баксов она стоит. Это кубик вот такого металла. У него острые грани по 90 градусов. Это срезать пылинки. Но пылинка у вас может быть. Песочек. Тогда беда, блин. Так снимите, что вы его просто выдернете. Ну, многие привыкают подтеки убирать. Не знаю, я не пробовал, как бы, и не хочу пробовать. У меня быстро получается и руками. Вот ссылочка, как убрать подтек. Это старое видео, но там более-менее наглядно понятно. Посмотрите вот по этой ссылочке. Еще такой тоже частый вопрос, часто встречается. Вот у меня облупился лак. Что делать? Если у вас уже облупился лак, а под лаком вы видите, что у вас блестящее место, не матовое, а блестящее, значит, лак был положен на глянец. И такой лак слезет у вас полностью. То есть, такое место нельзя делать локально. Надо полностью снимать лак. Не знаю, я его снимаю даже 240-й шкуркой я прохожусь, я его весь снимаю, да там хоть 120-й, да? Весь снимаю, перегрунтовываешь деталь, замываешь, перекрашиваешь. Только перекрас спасет от этого дела. Локально вы не избавитесь. По пластидипу очень много мне задают вопросы. Олег, пластидип, чо за фигня? С моей точки зрения, скажу, что говно полное, пользоваться им не стоит. Выглядит он как бы, он лак, да? Машину покрываешь прямо на глянец. Заливаешь, он такой, как резинка. Если попадает камушек, вы едете на 120 км в час, попадает камушек, говорит, пластидип, машина у нас у вас становится похожа на Фредди Крюгера. Все вот это вот слетает, надувается. Вот такая вот ужасная картина. То есть, дядя Олежа видел такие картины. Некрасиво, непрактично, не нужно. Вот урок, посмотрите. Это у Автокар Виталий, он делал опыт по этому пластидипу говно, короче, полное. Я дам ссылочку на канал Виталия, а там уже вы найдете по пластидипу. То есть, ну что еще, какие вопросы есть? Вопросов много, но так вот, что упомнил, дядя Олежа не записал, да? Что упомнил и рассказал. Так что, под этим видео задавайте свои вопросы, про которые вы хотели бы узнать вот такой небольшой обзор, как бы такую информацию, да? Мое мнение, то есть. И уже по этим вопросам, которые будут, может быть, одинаковые, я сделаю как бы отдельное видео и, может быть, там, ну, побольше расскажу. Побольше про что рассказать, задавайте вопросы. То есть, по уже вот этим вопросам я вам еще что-то объясню. Ну, то есть, ссылочки я раздал, по ссылочкам вы найдете видео, посмотрите информацию, как бы на самом деле все видео уже существуют, все видео есть. Единственное, что я буду еще снимать видео, потому что ситуации разные бывают, да? То есть, одну дверь можно покрасить по-разному, и разные у ней вмятины, там еще что-то там всякое. Да, про антисиликон забыл сказать, чем отличается от растворителя антисиликона. То есть, обезжириватель, он намного мягче, мягче. Если вы растворителем будете, допустим, грунт обезжиривать захотите, да, или меж слоями базы, то вы просто смоете. Растворитель разъест грунт и смоет. Антисиликоном такого не будет. То есть, обезжиривателем, антисиликоном такого не будет. Вы просто обезжирите плоскость, удалите жир, и все. А растворителем вы все смоете. То есть, это вот кардинальное его отличие. Ну, а на сегодня все. Как бы, надеюсь, все равно что-то вы ухватили. Как бы, ну, цель была видео ответить на некоторые вопросы, раздать ссылочки. Ссылочки вы увидите, если вы с компьютера. То есть, ссылочки будут. И в описании, наверное, я тоже дам ссылочки на это видео, чтобы вам было легче искать. То есть, кто не может искать по папкам, вот ссылочка. Заходите по ней, можете поставить ее в закладку. Эта ссылочка показывает весь список папок. Папки все, которые есть. В каждой папке там по 40, по 50 видео, по 20 видео. То есть, научитесь их правильно открывать, раскрыть папку, чтобы вы видели все видео в этой папке. То есть, ну, вот, в принципе-то и все. Ну, и на посошок, как всегда. А, анекдот. Ну, анекдот такой детский, плоский. Ну, он тоже смешной раньше смеялся. Короче, сын приходит домой, говорит, мама, нашего папу задавила. Мама, ай, мамочка, чем? Да этим, блин, трехколесным велосипедом. Фу, блин. Которым асфальт-то катают. Мама в шоке. Звонок в дверь, короче. Ой, мама, наверное, нашего папу принесли. Ну, сейчас, сейчас я открою, подождите. Да, не надо. Мы по дверью просунем. Такой анекдот. Ну, и на эту тему тоже анекдот такой есть. Говорит, алё, алё, милиция. Ну, да. Ты человека задавила асфальтоукладочным катком? Говорит, ну, говорите адрес. Ленина сорок семь, сорок восемь, сорок девять. Такая деда. Ну, а на сегодня всё. То есть, надеюсь, вам было интересно. Что-то познавательное вы всё равно узнали. Немножко такое обзорное, да, получилось. Видео. Ну, с помощью этого видео вам легче будет что-то найти. То есть, ну, на сегодня всё. Всем здоровичка, крепкого. Силы, духа огромный. Потерпите немножко. Скоро весна, скоро будет настроение. Скоро будет всё хорошо. Навсегда будет всё хорошо, если вы будете верить в это. Ну, а неудачи мелкие, всё пусть остаются позади. Пусть в этой зиме холодной, да. Скоро лето. Скоро будет отдых. Приезжайте на слёт. Повеселимся. Здоровичка ещё раз всем. Крепкого. Терпения, удачи, дружбы крепкой, единства в семье, понимания. Ну, и, конечно, добра и бабла. Пока.